В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо за жизнь! Жительница Сарова поблагодарила пожарных, спасших ее детей. Волонтеры городской среды. Саровчане могут помочь жителям проголосовать за объект благоустройства. Быстрее, выше, сильнее. В спорткомплексе «Юниор» прошел зимний фестиваль ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. Слушания, на которых не слушали. На публичных обсуждениях изменений в правилах землепользования и застройки горожане стремились рассказать о том, что их тревожит. Причем не всегда в рамках обсуждаемой темы. А вот слушать ответы на свои вопросы готовы не были, поэтому диалога не получилось. Подробности далее. Не по существу. Под таким девизом прошли публичные слушания по внесению изменений в правил землепользования и застройки города. Подобные мероприятия давно стали некой трибунной гласности. Похоже, саровчане приходят сюда, чтобы высказаться на свободные темы. С какой целью в декабре месяце по льду косили камыш на речке? Значит, если к нам прилетает боеколовка 150 пилотон, то вся вот эта заскроет, она в зону спошел поражение получается. То есть мы не только эвакуируемых людей, они даже все погибнут. Предмет же обсуждения – изменение возможной этажности домов по имя реки на левом берегу. Основанием данных изменений является ранее выполненный ООО «Саровинвест» проект планировки межевания территории. Сейчас там можно возводить дома высотой до четырех этажей. Предлагаемые изменения добавляют в среднеэтажную жилую застройку до восьми этажей. Аналогичные слушания проходили и раньше. Так, на улице Победы изменили зону среднеэтажной застройки. Четыре-восемь этажей на многоэтажную, которая позволила проектировать дома от девяти до четырнадцати этажей в историческом центре. Важное уточнение – возможность строить такие дома – это еще не факт самого строительства. Любые строительства начинаются с экспертизы возможного строительства. Это мы то, что сейчас говорим, да, восьми этажей, это не значит, что там будут восемь этажей. Они должны пройти экспертизу соответствующую. Тем не менее, пришедшие на слушание граждане требовали от застройщика детального проекта. Но проект строительства не был предметом обсуждения этих слушаний. Проектирование, как обязательная экспертиза, которая определит конкретные параметры застройки на этом участке – это следующий этап. Нежелание услышать аргументы другой стороны превратили слушание в базар. Я не проектам, я даже не знаю, как я вам сейчас замахну. Поэтому я вам отвечу. Я вам отвечу. Не выслушай. Не выслушай. Не выслушай. Дайте слово. Так или иначе, были зафиксированы аргументы всех сторон. В ближайшее время комиссия рассмотрит поступившие предложения и вынесет окончательный проект ПЗЗ на рассмотрение городской думи. С проектом можно будет ознакомиться на сайте администрации города. Жительница Сарова обратилась в администрацию города и к руководству специального управления ФПС номер 4 с просьбой лично встретиться с пожарными и поблагодарить их за то, что во время пожара огнеборцы спасли ее и детей. Возгорание произошло в ночь с 21 февраля на 22 февраля в одной из квартир на улице Курчатова. Пожарные спасли четырех человек, в том числе двоих детей. Ночь 21 февраля едва ли когда-нибудь сотрется из памяти Ксении Волоченковой. Она уже укладывала детей спать, когда почувствовала запах гари. Коридор квартиры постепенно стал заполнять дым. Пытаясь найти очаг возгорания, Ксения открыла входную дверь и поняла, что выход из квартиры загородила стена черного дыма. Спешно собрав верхнюю одежду, девушка закрылась с детьми в зале. Начала их одевать и потом я вспомнила, что все-таки нужно намочить тряпки, завесить дверь входную. И когда я уже открыла дверь из зала, я поняла, что в квартире очень много дыма. И то есть он даже попал, видимо, внутрь и вызывал уже такой кашель. Дети начали кричать, кричали, что мы мамы, мы сдыхаемся. Последний девятый этаж, задымленный выход и двое четырехлетних детей на руках. Ксении оставалось только ждать спасения, успокаивая малышей. Через считанные минуты, показавшиеся часами, она услышала стук в дверь. Трое спасателей надели им маски и вывели на улицу. И мои дети, конечно, они вообще... То есть я даже не понимала, что... Ну, в четыре года они все это поняли, всю эту ситуацию, они прожили ее, они благодарили. Мы просто шли, и они каждому спасателю говорили спасибо. И они понимали, что мы сейчас можем просто задохнуться. Для этого Ксения и пришла сегодня в пожарную часть. Просто сказать спасибо, поблагодарить людей, которые спасли ее семью. Слова давались ей тяжело, то и дело на глаза выступали слезы. Девушку поддержала представитель администрации города Лариса Пустынникова, продолжив благодарственную речь коллективу ФПС номер 4. Видно, что достаточно профессионально выполняет один наряд, второй наряд, да, приезжает третий в итоге. И того спасенной жизни, которые сегодня радуются тому, что наступил новый день и что солнце в итоге взошло. Второй подъезд дома на Курчатова и сегодня хранит следы того пожара. Копоть на стенах, потолке и стойкий запах дыма, который выветрится еще не скоро. Но благодаря слаженным действиям, оперативности и мужеству огнеборцев никто не погиб. Минприрода предложила увеличить тариф на вывоз мусора на 32 рубля в год. Собранные с россиян деньги направят на рекультивацию мусорных полигонов. Расчет опирается на средние нормативы накопления твердых коммунальных отходов, что составляет 2,53 кубометра на человека в год. Предложение уже одобрено в фаз, но еще не согласовано с другими министерствами и профессиональным сообществом. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Подведены итоги конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина 2020-2021. Среди победителей студент Сарфата и Нияумифи Александр Буркацкий. Конкурс в этом году во многом инновационный. Его участники стали первыми, кто работал с заявками на новом портале фонда. На одной онлайн-площадке встречались студенты из Владивостока, Иркутска, Томска, Барнаула, Волгограда и зарубежа, что при традиционном формате очных отборов было невозможно. Студенты из разных вузов обменивались мнениями о лидерстве и роли лидера в обществе. В список победителей вошли 750 человек из 75 вузов. Виртуальный концертный зал на 350 мест откроется на базе Центра развития культуры и искусства Сарова в рамках нацпроекта «Культура». В новом зале жители увидят онлайн-трансляции выступлений отечественных и мировых звезд в классической музыке. Благодаря национальному проекту культура становится доступной для людей всех возрастов во всех уголках региона. Именно такую задачу поставил президент России Владимир Путин, отметил Глеб Никитин. Помимо концертов в виртуальном зале будут транслировать учебные программы и мастер-классы для учеников детских музыкальных школ и школ искусств. На создание виртуального концертного зала в Сарове из федерального бюджета выделено более 5,5 миллионов рублей. Эти средства направят на покупку нового современного музыкального и проекционного оборудования, добавил губернатор Глеб Никитин. Музей народной игрушки приглашает маленьких саровчан на мастер-классы. Дети будут мастерить подарки для мам, бабушек и сестер. Все мероприятия строго по предварительной записи. По телефону 664-94. Организованы группы до 15 человек. Мастер-классы рассчитаны на детей от 6 лет. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал региона сохранять меры, направленные на противодействие с постранению коронавирусной инфекцией. «Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидопостановкой сохранять противоэпидемические мероприятия», сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами. При этом, по его словам, необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений. Министр сообщил, что в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекцией. Из них занято более 120 тысяч. «Наиболее уязвимой группой населению продолжает оставаться граждане старше 60 лет. Именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию», сказал Мурашко. «В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка. Это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой. В случае заболевания COVID-19 лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации», отметил он. «После выписки из стационара граждан старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими и неинфекционными заболеваниями, например, болезнями сердца и сосудов, должны приглашать на прием к врачу для корректировки терапии», сказал министр. Начался набор волонтеров для участия в проекте формирования комфортной городской среды. Жители Сарова будут голосовать за объекты благоустройства на новой федеральной платформе с 26 апреля по 30 мая. Главной задачей волонтеров станет информирование граждан о проектах. Через добровольцев можно будет получить помощь в регистрации на платформе и проголосовать по телефону. Подробности далее. В каждом городе есть места, которым нужна реконструкция, что в Сарове в первую очередь необходимо благоустроить – парк, сквер, улицу или спортивную площадку. Права выбора решили предоставить жителям города. В течение пяти недель с 26 апреля по 30 мая по всей стране будут проводить голосование за объекты благоустройства на общероссийской платформе. Принять в нем участие может любой гражданин России старше 14 лет. Подготовка к этому масштабному событию началась уже сейчас. 24 числа у нас стартовала регистрация в штаб волонтеров, которые будут помогать в голосовании на выбор проектов, на благоустройство в нашем городе. Вообще-то всероссийский проект по развитию городской среды. Волонтерские штабы создают в каждом регионе. К штабу прикрепят кураторов, которые проинструктируют добровольцев. Основная задача волонтеров – объяснить жителям процедуру голосования и помочь отдать свой голос за выбранный объект. Все волонтеры, кто пожелает поучаствовать, будут стоять в общественных местах, в многофункциональных центрах, в торговых центрах, в культурных, в парках, в театрах. И рассказывать горожанам о проектах, которые у нас выносятся на благоустройство, помогать, сопровождать, проводить информационную кампанию. Прием заявок продлится до 22 марта. Для того, чтобы стать участником масштабного проекта, нужно подать заявку на сайте www.dobro.ru в разделе «Волонтер» или обратиться в ресурсный центр добровольчества города Сарова по телефону 9-91-13. Почти тысяча волонтеров со всей страны уже подали заявки на участие в проекте. Провести время с семьей, заняться любимым делом, почитать книжку, пойти на выставку в музей. Зачастую на эти обычные радости у нас не хватает времени. Темп современной жизни так высок, что надо делать все быстро. 26 февраля – дата, когда есть возможность выполнить те дела, которые постепенно откладывались из-за нехватки свободного времени. В этот день отмечают международный праздник неторопливости. Ускорение мира – феномен, который ученые широко обсуждают и исследуют. Современные технологии, новые знания, запредельные объемы информации требуют от человека постоянно быть в курсе всего, что происходит вокруг. События меняются быстро. То, что актуально сейчас, устаревает буквально на следующий день. Проблему ускорения признали еще в 80-х-90-х годах прошлого века. Но всегда ли оправдана спешка? Всему назначила судьба, черед и время. Все происходит вовремя и в срок. Восходит ли посаженные семя или расцветает клумба вдоль дорог? В природе не присуща торопливость. Лишь человек торопится, спешит. Эти строчки написал Александр Эсквайр. Остановитесь и сделайте не спеша то, что давно планировали. Сегодня день неторопливости. Идея создания Международного дня неторопливости принадлежит энергичным и экспрессивным итальянцам. Впервые праздник отметили в 2007 году. Основное правило этого дня – все делать медленно и без суеты. Есть даже 14 заповедей, предлагающих не торопиться. Говорят, что если человек будет жить по этим правилам, то станет счастливым. Одно из них гласит – не гуляй с целью, так ты жертвуешь прогулкой. В некоторых странах в этот день проводили марафоны неторопливости. 300 метров нужно было пройти очень медленно, ни разу не останавливаясь. Это прям невыполнимая задача. Зафиксированный рекорд – 87 минут. А как еще можно отметить этот праздник? Наверное, никуда не торопиться, даже не могу сказать. Мы торопимся, извините. Размеренно, потихонечку ходить. Как заставить себя никуда не спешить? Ну, я знаю. Я вроде никуда не спешу. Ой, не торопиться. Погулять по парку вот, ходим мы гуляем и в кафе посидеть. Ну, сегодня рабочий день, к сожалению. Ну, хоть он и корочный, но рабочий. А вечером, конечно, отдохнуть хорошо с семьей. День неторопливости дает шанс человеку пересмотреть свое отношение к окружающему миру и переосмыслить некоторые понятия. Не стоит путать день неторопливости с ленью. Наслаждаться жизнью следует сейчас, а не откладывать это на потом. Прыжки в длину с места, наклоны вперед, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс. В спорткомплекс «Юниор» прошел первый этап зимнего фестиваля «Готов к трудной обороне». За призовые места боролись семь команд из разных школ города. Из-за пандемии соревнования прошли в ограниченном формате. Алена Базовая – самая юная участница команды седьмой школы зимнего фестиваля ГТО. Ученица третьего класса сдавала нормативы первый раз и немного волновалась. Но даже несмотря на это показала достойный результат. По отжиманиям я сделала 16 раз. По прессу 51. По прыжкам в длину я сделала метр и 61. И мне было очень интересно. Я боялась, что я не смогу, но все получилось. Быстрее, выше, сильнее. Воспитанники семи школ Сарова соревновались в Манеже спортивной школы «Юниор». Зимний фестиваль ГТО среди учащихся хоть и является ежегодным мероприятием, но проходил немного необычно. Из-за коронавирусных ограничений собрать всех участников вместе было невозможно, а потому для школ составили график сдачи нормативов. А сам этап длился с 11 до 16 часов. Соревнования среди всех школ заявленных, которые в школе заявили, мы проводим этот фестиваль. Он ежегодный, в том году не было из-за пандемии. А так ежегодный фестиваль зимний является. В два этапа проходят. Первый этап у нас здесь в Манеже зале сдают зальные виды испытаний. Это подтягивания мальчика, девочки, отжимания, прыжки в длину у всех вместе, наклонная гибкость. Это первый этап. И следующий этап будет на лыжной базе лыжи проходить. Будут лыжные гонки, среди них же этих же команд будут проходить. От каждой школы в фестивале могло участвовать не больше восьми воспитанников. Но Роголева сдаёт нормативы ГТО не впервые. Осенью она получила золотой значок. В этот раз мы сдаём гораздо меньше дисциплин, признаётся девушка. Отжимания я сдала довольно хорошо, 25 раз. Мне сказали, что пока что это лучший результат. Я готовлюсь на уроках физкультуры и также занимаюсь дополнительно в военно-патриотическом объединении БАРС. Из-за аномально холодной погоды второй этап фестиваля перенесли. Точная дата проведения пока неизвестна. И это всё, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. Студия работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.